так спам чали небольшой сегодня обзорчик будет на бюджетную модель внутриканальную думаю так разбавлю немножко среди более таких серьезных вещей впереди там у меня тоже будут анонсирую вам ближайшее время думаю байер динамик т1 будут накладные наушники открытого типа потом байер динамик по 780 и усилитель для наушников байер динамик а1 вот такой у меня ближайший план но так как мне тут поступил на апгрейд xd05 basic на 4490 то заказчик мой подписчик мой добрый подписчик глеб пушкарский который всегда добрый комментарий пишет и очень часто один из главных донатеров в общем канала с благодарностью вспоминаю хочу вспомнить человека спасибо большое вот и он мне заслал вместе с xd05 basic вот эти наушники вот эти наушники вот эти наушники без кабеля кабель мой вот предложил а эта модель вообще называется тендерин по моему так правильно там по транскрипции в общем тендерин день день т.д. 0808 я когда-то видел уже на алиэкспрессе меня привлекли не потому что они выглядят точно так же вообще один в один полностью копия tfz force 1 которые были у меня на канале который продал я уже жаль их нет но в кадре показать ну неважно буду параллели проводить и по памяти там сравнивать в общем модель недорогая бюджетная даже 24 доллара стоит она без кабеля и по моему в районе там 28-32 доллара стоит в зависимости от комплектации но с кабелем кабель с микрофоном или без в общем так я оставлю ссылку в описании к ролику на официальный магазин на эти наушники может кому-то будет интересно приобрести их после моего обзора весьма интересная модель хоть и бюджетная но есть свои плюсы вот буду не забывать наверно параллели проводить с force 1 в общем давайте по эргономике тут 10-миллиметровый драйвер стоит по моему 32 ома то ли 104 децибела в общем я не записывал не конспектировал кому интересно сами посмотрите эти характеристики думаю не столь важно от смартфона раскачивается в общем самое главное что кому на каждый день скрутите в карман кинуть от смартфона в пути то все все здесь хорошо вот но остальным у кого посерьезнее источник тем понятное дело вообще эти цифры и не важны в общем анатомичная посадка прозрачный акрил очень классно все это сделано но точно так же как в тех force 1 вот из акустического оформления только лишь как бы показать вот этот вот только лишь здесь канал вот от фронтальная часть динамика и прямо тебе в барабанную перепонку вот такая вот история красиво интересно анатомично удобно очень глубоко садятся и здесь компенсационное отверстие от задней части динамика хотя он визуально закрыт но видать там отверстие какое-то просверлено есть которая сообщает но заднюю часть мембраны с атмосферой вот в общем 2 пиновый разъем здесь какие фейсплейты нарядные красиво можно одноцветные выбрали подписчик выбрал такой вариант очень красиво нарядно хорошо и особенность как особенность это сменные фильтры на звуководах то есть откручиваются тут по умолчанию стоят очень прозрачные очень прозрачные как я люблю ладно не фокусируется и в комплекте еще вот такой набор из двух сменных фильтров синие это средний средний глухоты красный полностью глушняк вот который я их просто даже и не ставил кабель я тоже поставил сразу свой тот который был в обзоре на tfz force 1 потому что нового мне он все равно пришел здесь не с комплектами не знаю что за кабель его не слушал я сразу создал те же самые условия что и были для tfz force 1 в общем он и звучит этот кабель круто вот и стилистически сюда подходит вот такие вот дела хорошо что по звуку что по звуку если tfz force 1 мне тогда понравились они понравились своим своей сбалансированной подачей то есть оформление акустической здесь закрытый корпус да это закрытый ну просто шпари тебе просто ухо все звуковое давление идет тебе прямо в барабанную перепонку вот как как я сказал кстати посадка очень здесь классная глубокая и для тех кому нужно пассивная шумоизоляция это очень классная модель в общем закрытая подача это сразу чувствуется какой контраст после того как я перед этим делал два обзора на открытые модели то здесь конечно раз так пух пробки в уши вставил но это что же имеет свои там преимущества и свои сценарии использования поэтому просто отмечаю что глушит хорошо звук закрытый звук закрыт но он здесь свободно спокойно как бы звукоизвлечение идет потому что никаких дополнительных фильтров демпферов на пути динамика нет и мы слышим все на что он способен и в общем объем здесь то есть ширина глубина сцены как для закрытого корпуса наверное больше не бывает наверное скажем так то есть средненько среднем ширину глубину какой-то свой объем имеется свой мирок здесь есть поэтому слушать в принципе приятно нет здесь там сверх разрешения какой-то детальности такой что там прямо шлейфы уходят послезвучие в глубину хвосты такие затухания нет отдаем отчет что бюджетная модель модель бюджетная весьма среднестатистическая статистическая но вот динамо с правильными тембрами с правильными тембрами без каких-либо искажений вот именно абертонально достоверно и плюс эргономика наушника еще раз подчеркну очень очень удобная вот что по тональному балансу относительно force 1 здесь именно басхедные именно басхедные то есть сама подача сам объем такой же как в тфзшка которые в три раза дороже на секундочку стоят но здесь именно перекос доминирование низких частот именно доминирование количественно количественно это действительно басхедные здесь такая гипертрофия низких частот просто капец и все будет зависеть конечно от посадки можно и более такую поджару подачу сделать поставим меньше амбушюры ну вот как-то вот здесь и достоинство этой модели не количество вот это вес образ и в то же время этой бич тут с насадками надо будет поиграться надо будет поиграться всегда обращайте внимание на при выборе амбушюр на вот этот звуковод то толщина вот чем толще вот этот это ножка тем больше низких частот остаются но доходит до вас чем тоньше вот и покажу сейчас на примере на примере bqz вот есть серый у них с толстой ножкой такой низкие частоты все доходят все все что есть вот эти синим они сообщать обрезают то есть подсушивают где есть доминирование то там это может сыграть на руку имейте ввиду что-то с амбушюрами надо играться всегда и такие вот нюансы хочу отметить отметить в общем низких частот много количественно много и за счет как бы акустического оформления понятное дело не все идут перепонку был бы открытый корпуса было все гораздо лучше легче информативный свободней более дышал бы звук здесь же нет но нагнетания такой и долбежкой не назовешь потому что это очень массивно очень массивно вот в то же время информативность очень слабая низкие частоты наверно самая слабая тут часть спектра ну как по мне с точки зрения аудиофилия кому-то количественно это будет круто это будет лупашить это объемно это крупно это очень крупно очень если хорошая плотная посадка с амбушюрой ну прямо не барабан на барабанище становится просто я и сиди слушал вообще не понимал что что я слушал что-то глухая такое за размером с комнату вот но это не есть хорошо понятное дело вот информативность сама тоже и вроде не гулкость но но все на какой-то такой как-то странно информативность неправильно если барабан еще может могут в лупашить неплохо то с трудный ну же как-то так ну размазано просто мутновато мутно и размазано скажем так поэтому обратите на это внимание скажем то вот например общая подача тоже на немножко мутновато не не айс но но вокал в принципе несмотря на гипертрофию низких частот но он как-то воспринимается нормально и низкие тона вокала и высокий женский там все как бы на своем месте даже никто немножко не хватает близости такой ну как бы как будто он немного задвинут и здесь вот здесь вот у меня спасли как из tfz force 1 тирай кларин насадки вот хочу вот их прям вот из памяти выкопал что надо на этом акцентировать внимание не зря здесь положил если мы на спирал дотах слышим референсный звук то на что способен динамик то как он честно показывает то здесь такой средненько в принципе сбалансирована в принципе сбалансирована на спирал дотах с низкими частотами проблема не решается но не как-то так уравновешенно подаются но только мне почему так я так немножко растерянно подаю информацию потому что у меня не сели они по размеру м к чуть-чуть как будто маловато и чуть-чуть менее телесно чем хотелось бы и образ меньше а м л ку ставишь блин уже доминирование уже есть на ползание технических частот на все поэтому у любого из вас может быть иначе может быть иначе и тут вот именно надо поймать свой свой размер тут кларион как и в случае с tfz force 1 там все гораздо более ровнее как-то прогнозируемее было без таких явных шагов ты минимальное движение делаешь а такие огромные изменения здесь там это все как-то было более дозировано и вот тирай кларион тоже здесь очень классно по подошли как по мне с ними из-за того что они как бы длинней то есть получается ну как сказать время на дохождение звука как у барабанной перебонки до дольше и раз труб тут шире видать тоже какая-то расконцентрация этого звукового давления идет за счет того рупора еще и какие-то акценты добавляются середина более акцентирована более информативная становится верхняя середина тоже такая вот как будто шлейф длиннее информации больше в общем какие-то акценты такие звонкость какая-то приятная появляется шероховатость такая которая как будто бы это правильная информация в общем и более дышащий звук вот именно скларион нет какой-то такой запертости в общем нет скларионами как и tfz force 1 так и здесь зашли поэтому я наверное даже средние частоты там как-то сравнил бы с ними но в параллель как-то поставил и верха здесь тоже достоверные хорошие по абертонам но понятное дело что коротко но вообще вообще новые еще 0 и на низких высоких частотах может ярчить может даже не просто ярче ожистики скажем так тут будет зависеть тоже от источника вот есть какая-то жесткость в этом вот либо совсем темно когда подобраны какие-то амбушюры такие которые низких частот много и это не прикольно я всегда ищу более информативную подачу вот облегчаешь низкие частоты но может поджестить может не критично но хочу отметить этот момент что на вообще на низких высоких частотах она может быть это жестячок какой-то быть вот а самых высоких ну нот нету здесь понятное дело обрезано затухание короткие но они не глухие нет все в принципе очень даже приятно если настроить так что не будет много низких частотах вполне приятно не до мурашек нет но просто такой вот рабочий вариант на каждый день поэтому 24 доллара да цена оправдана и кстати по источникам хочу сказать я вот в конце прослушки своей взял вот в телефон будешь люди спрашивать бюджетная модель как она с телефоном звучит отлично с телефоном звучит четко наверное даже больше понравилось нежели с цапом вот еще больше вот уже третья на это модель которая не может прыгнуть выше головы чем более крутой ты сигнал на нее подаешь тем более кривой сигнал на выходе получаешь вот я перебирал в круг несколько бушуровых подбирал подбирал и вроде неплохо там от того устала там то доминирует как там вот какие-то перекосы вот свяжу слишком резкие какие-то шаги что-то может динамика отработать он отыгрывает это громко что-то не может она там тише короче какая-то кривизна немножко и перевод переткнув телефон все четко все на свои места ставила до приглушено до меньше там информации более сглажено но но как-то более гармонично все стало в общем это еще раз подтверждает то что модель бюджетная и для бюджетных источников вполне себе как рабочий вариант к на каждый день отличный отличный вполне можно брать тяжелую музыку можно слушать с плохой записью какую-то шумную эти наушники все простят все простят смажут не покажут вот поэтому принимайте к сведению вот такая вот тема кстати там покажу такая группа кто-то кто-то в группе кинул сегодня но в телеграм-канале вот витал тиктоунс альбом ведь эти два интересное трио такое инструментально очень барабанщик бас-гитарист и гитарист такие интересные комбинации выдают ритмы такие я так альбомчик прослушал прямо как бы в тему под настроение зашло можете обратить внимание поэтому подписчику еще раз спасибо надеюсь что будет очередной отзыв под видео завтра отправлю уже сегодня уже не успеваю переходите в описании к ролику я закинул ссылку на эти наушники посмотрите актуальную цену там ссылка будет на телеграм-канал на чернов и его можете переходить туда в личку задавать мне вопросы кто чего-то там просто хочет выяснить спросить тот по видео кому что-то понятно можете спрашивать я всегда отвечу также мой ол x там карта для донатов ладно об этом здесь мне все бесплатно обошлось тут не буду плакать вот ссылка на искать инстаграм кому интересно вот в общем всем спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь вот а следующее видео анонсирую следующее даже следующее постараюсь сделать обзор на полноразмерные наушники байердинамик т1 потом байердинамик 880 250 ом special edition и будет обзор может даже сравнительный обзор скорее всего будет сравнительный обзор на усилители не на для наушников причем один будет типа там high-ended байердинамик а2 модель и второй усилитель будет сегодня получил от сергея татунова из ужгорода мастера который сделал усилительный наушник клон лемона класса без обратной связи вот очень интересный не то что сравнение как бы это не battle этом организовала будут сравнивать потом проводить параллели вот в общем подписывайтесь чтобы не пропустить комментируйте всем добра всем пока